Вы знаете, не знаю как. Наверное, думать, в большей степени, мыслить, сравнивать, искать какие-то альтернативы. Я не знаю, вы знаете, мне кажется, сейчас, конечно, все в таком более глобальном, но несравнимо глобальном масштабе вся эта война в связи с возможностью интернета, телевизора. Мне кажется, что в той или иной степени, по принципу, по сути, это было всегда. Ну, так или иначе. У меня есть такое какое-то ощущение. Я не знаю, мне кажется, я знаю, что я общаюсь там с совершенно разными людьми, и там очень много городских, москвичей, продвинутых таких, да. И иногда встречаешь где-то в глубинке совершенно простых людей, которые не могут получать то количество информации и могут подпадать там под 2-3 канала, под их влияние, да, которые там показывают где-то в глубинках и так далее. И вы знаете, и там совершенно разные люди. Есть люди, которые едят, ну, не знаю, там, покупая в сельпо какие-то продукты, разрекламированные по этим же каналам, да. Есть люди, которые смотрят телевизор, а есть люди, которые вышивают крестиком необыкновенные иконы или там картины, которые сами выращивают какие-то необыкновенные там сорта помидор у себя на грядке и так далее. Понимаете, тут мне кажется, что, в принципе, мне кажется, что у каждого человека есть выбор и есть возможность корректировать свой путь, свою жизнь, свое мировоззрение. И если ты не хочешь получать этот многомиллиардный, настроенный на тебя в упор, ну, вот эту бесконечную какую-то лавину, эта информация, да, этот месседж бесконечный какой-то, то, в принципе, ты можешь себя защитить, это же все равно в твоих силах. Ты можешь выключить телевизор, ты можешь отнести его к соседу или на помойку, ты можешь не покупать там, я не знаю, макароны или шоколадные батончики, которые там примитивные, самые дешевые, самые быстрые, самые вкусные типа, к которым ты привыкаешь. Ты можешь, ну, жить по-другому. Тут просто вопрос того, я говорю, беда, мне кажется, очень много, ну, очень сильно в том, что многие просто многого не знают, не знают. Они думают, что действительно эти макароны, которые заваривают водой, они хорошие, что это действительно вкусно, а это дешево, это выгодно, это удобно, и что это, ну, как бы, что это, ну, не знают о том вреде. Ну, то есть я считаю, что большая проблема вообще в неинформированности, в, ну, как бы, как сказать так, я даже не знаю, в какой-то дремучести, в которой мы живем. Это совершенно не важно, живешь ты в глубинке или ты живешь в центре Москвы напротив Кремля. Ну, тут очень много тоже зависит от человека, от характера человека, от его возможности вообще, ну, жить в футляре в каком-то или искать какое-то разнообразие, да, то есть это зависит уже от характера, от, там, человека, ну, от уклада жизни твоей семьи, да, как тебя приучили. Не знаю, я со своей стороны только знаю, что я могу что-то, ну, поменять, там, в себе и в лучшем случае, там, в своем ребенке, в своих близких. Дочку я все время пытаюсь, ну, как бы, вот, давать ей варианты, я особо так ничего жестко не запрещаю, но я все время ей говорю о том, что лучше кушать, там, что лучше смотреть, там, почему лучше не делала, там, даже с теми же игрушками, да, ну, в чем-то удается очень успешно мне, в чем-то не очень и так далее. Но мне кажется, что я не, вот, меня так это сильно не пугает, я не знаю, мне, может быть, из-за того, что я не смотрю телевизор, действительно, это сильно облегчает просто мою задачу. Но я знаю, что если я буду смотреть телевизор, я, будет хуже только мне, просто мне будет хуже, я буду более нервная, более озлобленная, более напуганная, более агрессивная, но я все равно не пойду куда-то, там, с флагами, я все равно не отдам свое сердце кому-то, там, ну, то есть я все равно не смогу что-то сделать кардинально, да, а свою жизнь я очень сильно засорю, поэтому я, как бы, примерно я все понимаю, что там, может быть, конечно, я смотрела телевизор, много, я мало того работала на нем, и поскольку я работала на телевидении и в кадре, и за кадром, то, ну, я не имею в виду сейчас сериалы, я имею в виду в передачах, я работала в программах, то я немножко знаю, как это все делается и как это зачастую бывает, ну, какой неправды это может быть, то есть это абсолютный продукт, и как любой продукт на рынке и в магазине, он может быть очень скоропортящийся или просто непригодный к употреблению, и, к сожалению, это все посылается, употребляется, но у меня нет, ну, как бы, я против телевизора, но я считаю, что теоретически, ну, как сказать, человек может дойти сам до того, чтобы отказаться от него или как-то этот вопрос фильтровать, и я таких людей знаю очень много, и мне кажется, что это тоже какой-то этап, то есть никто не погибнет сейчас от того, что все смотрят телевизор, я думаю, что даже те дети, которые пересматривают его и так далее, и так далее, я думаю, что тоже в какой-то момент это как-то все должно перестроиться, и я вообще все-таки думаю за то, что, я все-таки думаю, что все будет хорошо, ну, то есть будет по-разному, через всякое, но все равно должно быть все хорошо. — Но совет такой, выкиньте телевизор, да? Или как его не выключите? — Ну, вы знаете, не то, чтобы выбросить или выкиньте, это необязательно, я, кстати, его не выкинула, он у меня стоит, и мы там иногда смотрим DVD, но я не хочу дать советы, потому что это самое, по-моему, идиотское занятие давать советы, но я против телевизора абсолютно точно, потому что это сейчас при возможностях интернета ты можешь посмотреть любой фильм, любую передачу, вот вы снимете, я всегда смогу посмотреть вашу передачу, если она когда-нибудь выйдет, да? То есть это не проблема, смотреть именно в этот день и в этот час, это абсурд, ну, то есть совершенно нет в этом никакой необходимости, понимаете? Но ты волен сам выбирать, что тебе посмотреть, я очень часто смотрю вообще что-нибудь в айфоне, мне услышал где-то или там кто-то мне сказал, что вот какая-то такая передача прошла там у Познера, я раз включила, набрала, посмотрела, вот Табаков у Познера, это мой учитель, я по нему соскучилась, вот как в хорошей передаче, интересно, все, я посмотрела, но мне не обязательно смотреть каждый день всех и все и вся, понимаете? Мне кажется, что да, ну, я не буду давать советы, но мне кажется, что дистанцироваться от телевизора и все-таки, ну, как бы уметь как-то быть выборочным в этом вопросе, мне кажется, это очень хорошо, мне кажется, очень много этого телевизора лишнего, ненужного, навязчивого, с бесконечной рекламой, это же вообще невозможно смотреть, если говорить о каких-то художественных фильмах там или о каких-то сериалах, невозможно смотреть из-за рекламы, это же тоже очевидный факт совершенно. К сожалению, просто я говорю, что это как жвачка, это как быстрая еда вот эта, да, которую ты захотел, ей быстро съел и быстро потом долго сожалеешь, ну, вот этот момент. Так же телевизор, он как бы тебя приковывает, это как какой-то вид наркомании. Я, например, знаю, что очень многие люди просто включают, он все время работает. Ну, тут уже у меня у мамы, кстати, так, у меня мама, она может его не смотреть, но он должен работать, ну, это тоже как бы какой-то, мне кажется, вариант. Ну, если, ну, мама с мамой работает культура, канал культуры, поэтому, в принципе, не страшно, не так критично. Ну, вот, а так, нет, я не знаю, если сейчас же без каньи у нас на телевизоре там очень много каналов, то есть теоретически можно смотреть какие-то хорошие каналы, но я даже против хороших каналов, потому что у меня есть такое ощущение, может быть, есть более какие-то организованные люди, но у нас и так времени не хватает, если еще смотреть телевизор, когда, ну, то есть это вот для меня, можно смотреть же какие-то там передачи про животных, прекрасные фильмы там и так далее, но просто мне кажется, что проще это смотреть все в то время, когда ты готов к этому, и тебе это удобно, а не навязано сеткой телеканала.